Немного дарят снова мяч локомотиву Евсей. Здорово! Можно играть! Удар! Удар! Будет? Нет! Гол! Гол! 1-0! Локомотив выходит вперёд! Честно говоря, мне показалось, что уже всё, что уже гола не будет, потому что уже настолько тянули с ударом железнодорожники, но в итоге всё как нельзя лучше было исполнено. Дмитрий Ласьков! Капитан Локомотива, игрок сборной России. Не было здесь положения вне игры, то есть оно было, конечно, но у Абиоры. А Вольгангштарк уже показал, что он такие моменты трактует, как офсайт пассивный, но и блестяще, конечно, расправился Ласьков и Мандрагона усадил на пятую точку и заставил на том же самом месте проскользить мимо себя Бюлента Каркмаза и уложил мяч в сетку. 1-0! Дмитрий Ласьков, 70-я минута. Локомотив выигрывает Турция. Надо сказать, что это немногим в последние годы удавалось. Тут же замену провёл Фатих Терим. Появился на поле Филиппе. Ну а телевидение продолжает крутить повторы, продолжает смаковать гол. Дмитрий Ласьков, хашпаладичи хан, покинул поле, вместо него вышел Филиппе. Ну что ж. Выездная модель, а говорить, наверное, нужно именно об этом, выездная модель проявила себя. Мотив всё-таки пляшет от печки оборонительной. Сегодня достаточно уверенно. Теперь мы впереди. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас Голодцарай, конечно, пойдёт вперёд очень большими силами. В этом нет никаких сомнений. Батиста. Батиста. Хасан Саш, ещё он в штрафной удар и один-один. Зазевались, зазевались сейчас москвичи. Вот это тот самый Хасан Саш, который заставлял о себе говорить до чемпионата мира и во время его. Сейчас посмотрим на повторе, кто же ему такую передачу сделал. Нижегородов проиграл буквально пару шагов. Хасану Сашу. Что-то невообразимое. Трясётся подо мной трибуна. Хотите верьте, хотите нет, но это так. Да, Нижегородов позицию проиграл прежде всего. И в ближний угол вколотил мяч Хасан Саш. Тем временем локомотив в атаке Маминов. Мяч летит над Перекладиной. Посмотрите, что творится. Да, ну угол-то, конечно, овчинниковский, но я не думаю, что вратарь мог здесь выручить команду. Потому что всю свою злость и на локомотив, и на ситуацию, и на пребывание в запасе Хасан Саш всю, он её не вложил. Он её выплюнул в этом ударе всю. Ну да ладно, один-один. Возвращаемся к тому, с чего начинали. По-прежнему, естественно, Галатасара идёт вперёд. Пас на Кристиана, ну крайне неточный. Наверняка мы ещё один повтор сейчас увидим. По-моему, Жоа Батиста отдавал передачу. Нет. Это не Жоа Батиста, это Юмит. Юмит давала. Да, и позиционная ошибка, к сожалению, очень угорчительная. Геннадия Нижегородова из-за спины у него вылетел. Маленький полузащитник Галатасарая. Посмотрите, посмотрите, что он творит, а? Ах, Хасан Саш. Ну и Юрий Сёр. Знаете, это на самом деле даже хорошо, когда тренер так себя ведёт. Оськов тем временем стреляет издали, вставляя нервничать Мандрагона. И по угловым мы уже сравниваемся с Галатасараем. Я закончу мысль по поводу экспансивного поведения Сёмина, когда мы возрадуемся второму голу. 2-1. Вадим Евсеев, 16-й номер, бежит к тому сектору, где болельщики Локомотива. Молодец, Вадим. Молодец, показывает, как нам нужен этот гол. Не самый высокий игрок. Ну, может быть, жёлтую карточку сейчас Евсеев получит за свои переживания. Да, так оно и есть. Но это не страшно ни у него, ни у Пименова. Эти жёлтые карточки не являются фатальными. Опередил Юмита Довова. Вадим Евсеев. Вот ещё один повтор, пожалуйста. И вколотил мяч в сетку. Мандрагон даже не сыграл на выходе здесь. Молодцы, молодцы, железнодорожники. Не заставляйте. Не заставляйте.